МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите выпуски. Без торжественного открытия. Много работы осталось? Очень много. Я бы сказал, наверное, на месяц еще даже. На Барнаульской крыше после летнего пожара все еще работают. МЧС запретила курить на балконах, а потом разрешила. Всех все равно не выловят, не уследят. Стал ли балкон запретной территорией? Паспорт готовности к отопительному сезону могут не получить десятки муниципалитетов. Подготовка к запуску тепла все еще ведется. С этого дня в России запрещается использовать открытый огонь на балконах, лоджиях, а также в номерах общежитий и гостиниц. Вряд ли многие из нас жарят шашлыки на балконе и вряд ли кого-то сильно огорчат новые правила пожарной безопасности. Но часто на балконах курят, а сигарета, по мнению экспертов, тоже считается источником открытого огня. Значит ли это, что курильщик может получить штраф и не ущемляет ли новое правило права человека? Разбиралась Ирина Корчагина. Такая прожженная баночка есть, наверное, на каждом втором балконе. Неудивительно, что новые правила МЧС сбудражили всех заядлых курильщиков. Разбираемся так, можно все-таки курить или нет, и что нам за это будет? Курить запрещено. Источники открытого огня на балконах нельзя использовать. Накануне эту новость подтвердили в МЧС. Эксперты начали спорить, а является ли сигарета источником открытого огня? И что теперь делать курильщикам? Нельзя на балконах, в подъездах, в любых общественных местах. Остается только курить в себя. Это частная собственность. И как бы человек, не нарушая, выходит на свои территории. Я понимаю, когда разжигать там мангалы, проще. Да пусть курят, все равно курили и будут курить. Ничего не запятят. Всех все равно не уловят, не уследят. Плюс, потому что дым не поднимается выше соседям. Я за. Позже в МЧС поправили самих себя. Да, сигареты это источник открытого огня, но все-таки курить можно и осторожно. Вот это вот изменение, оно не говорит о том, что курение теперь на балконах запрещено полностью. И сотрудники МЧС будут каким-то образом отслеживать там курильщиков и пытаться их оштрафовать. А причина в печальной статистике. В 2018 году почти 2000 пожаров в стране произошли по вине халатных курильщиков. В Алтайском крае за 8 месяцев этого года 36 пожаров на балконах. Не так давно в одной из кондитерских города сильно подгорели пирожные. Кто-то из соседей сверху бросил сигарету на козырек. Да, наверное, бычок кинули кто-нибудь соседям выше и все. Самый громкий барнаульский пожар в этом году. Проезд северный Власихинский 60. В июле от непотушенного бычка сгорела вся крыша дома. Тушили всю ночь. Погорельцы несколько месяцев жили в прямом смысле без крыши. Ущерб более 7 миллионов рублей. На виновника пожара завели уголовное дело. Открываю окно, смотрю, здесь не подъезд, кровля. Там уже дым валит во всем. Там столбом прям было. Нечаянно поджарить своих соседей можно и жаря шашлык на балконе. Таких случаев по стране тоже немало. Теперь за мангал и костер на балконе грозит штраф в 3000 рублей. Шашлык может подвести и под уголовное дело, если произошел пожар с крупным ущербом. Главное, главное, если что, чтобы соседи не вызвали стоят. Дай им петарды с балкона. Полетели! Раньше было сложно привлечь человека к ответственности, потому что статья, она вот именно так и называется. Нарушение требований пожарной безопасности, которые привели к пожару. А сам факт нарушения доказать было достаточно сложно, потому что вот в ППР напрямую не было запрещено использование открытого огня. То есть теперь будет проще дознавателю работать для того, чтобы вот именно привлечь к ответственности нарушителя. Получается, что курить по-прежнему можно и штрафовать за это не будут. Новые правила МЧС лишь ужесточают наказание за пожаром. А вот тем, кто разжигает мангалы и ритуальные костры, придется подыскать другое место, не на балконе. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком. Кстати, отремонтировать крышу на том самом доме на северном Власихинском проезде власти обещали к этому дню. Сейчас, кажется, работы закончены. Но наш корреспондент Дарья Эйдемиллер, которая сегодня побывала на крыше, очень удивилась, что там была не одна. И встретила она совсем не Карлсона. Этот дом по проспекту северному Власихинскому 60 в июле навел много шума. Здесь был пожар, горела крыша, и тогда пожарные долго не могли приехать к месту. Происшествия, потому что мешали машины. Действительно, с парковкой здесь большие проблемы. А сейчас идут работы восстановления крыши. Ее пообещали тогда заменить за счет резервного фонда городского бюджета. Давайте посмотрим, как идут работы, потому что закончить их обещали уже сегодня, 1 октября. А что было? Плесень? Потолки протекали. Сейчас натяжные потолки поставили, только сегодня закончили. То есть во всей квартире была проблема с потолками? Нет, в кухне, в основном, от коридора у нас протекли. Ну, там, в основном, все нормально. Долго вообще с ремонтом на крышу уже ходят? Ну, месяц, больше месяца уже, наверное. Я не знаю, сам с командировки только приехал, но вот они сегодня еще там были, потому что гремелилось. А между тем на крыше продолжаются работы. Сейчас над каждым подъездом трудится бригада рабочих, они убирают мокрый шлак и выбрасывают его. Скоро на его место прибудет сухой. Когда был пожар, пожарники тушили все это, и вот этот вот шлак, он, то есть влажный, ну, вода. И чтобы не было грибка, плесень и так далее, мы его убираем. После того, как мы его уберем, новый сыр постелается, и все. Площадь общая? 1540 ударов. Много работы осталось? Очень много, я бы сказал, наверное, на месяц еще даже. Мы вон шлак убираем, а тут шлак, видите, как бы сказать, толщина около двух, ну, где-то полтора-два метра, то есть это надо все убирать. Трубы доставляем водосточные, ну, я вышел трубы ставить сегодня на один денек. Крыша у нас закончена, остались работы только по уборке шлака. Крыша, то есть от дождя все закрыто. Водосточная система, то, что была по контракту, уже установлена, но это доп. работы, как бы, мы их делаем в подарок жителям. Несмотря на то, что работы еще продолжаются, и внешне крыша уже почти готова, внутри все еще идут работы по вывозке шлака, и продлятся они еще как минимум месяц. Но, между тем, администрация Барнаула намерена показать журналистам и начальству, что крыша уже готова и сдается в эксплуатацию уже в эту пятницу. Дарья Демиллер, Андрей Печеркин, День с толком. Уже в личной беседе Дарья рассказали, что крыша над квартирами пятого этажа в первом подъезде точно протекает до сих пор. А еще людям мешает шум от шлака, который сбрасывают с крыши прямо под окна. Жильцы надеются, что скоро и у них над головой будет, если можно так выразиться, мирное небо. Отопительный сезон сегодня стартовал в нескольких муниципалитетах, в том числе и Михайловском районе, который рискует вообще не получить паспорт готовности к зиме. Все из-за долгов перед энергетиками, нехватки угля и ветхих сетей. Хватит ли месяца для устранения проблемы, где еще могут замерзнуть этой зимой, выясняла Валентина Аскерова. Договорились с ресурсовиками. Во всех 15 котельных Михайловского района есть свет. А еще две недели назад они были обесточены. Из-за низких тарифов на тепло у района накопился огромный долг перед энергоснабжающими компаниями. По одному предприятию порядка 2 миллионов 400 тысяч, это Алтай Краэнерго. И по второму предприятию 184 тысяч. Договорились по графику погашения задолженности образовавшейся. И по гарантированному оплате предстоящим отопительного сезона. Сетей котлов за лето отремонтировали на 2 миллиона, но этого было мало. 13 миллионов краевых средств пришли только месяц назад. Буквально месяц назад было постановление о выделении дополнительных средств на реконструкцию и ремонт ракетовской котельных и сетей, где у нас подразумевают под собой замену трех котлов, а также ремонт сетей порядка двух километров. Топить район ремонт сетей не мешает. Кстати, к ветхости сетей сейчас основные вопросы. К слову, в прошлом году Михайловский район паспорт готовности не получил и рискует вновь. Возможно, в следующем году он выйдет из аутсайдеров. В Крайвом Минструином сообщили, что в муниципалитете запланирован капитальный ремонт теплосетей. В подвешенном состоянии три города. Олейск, Славгород, Яровое. В последних двух больше двухсот замечаний от Ростехнадзора. А еще Бийский, Калманский, Михайловский, Павловский, Первомайский, Смоленский, Тольменский районы. Причем некоторые даже не восстановили подачу электричества в котельные. Обесточены они в Смоленском, Зминогорском и Черышском районах. Что, мягко говоря, осложняет подготовку к зиме. Валентина Скерова, Алексей Фризин. День с толком. Единственный в Новоалтайский роддом все-таки закроют. Рожать будущим мамам придется в Барнауле. Закрытие связано с нехваткой кадров и уменьшением количества рожениц. Это при том, что принимают в Новоалтайский роддом и женщины из соседних районов. Сообщили информагентству ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава. Отметим, что в прошлом году в Новоалтайском отделении родилось 379 детей, а в этом пока чуть больше сотни. Главный врач роддома рассказал, что всем медработникам закрывающегося отделения уже предложили вакансии. Напомним, еще в июле после волнения жителей в Краевом Минздраве утверждали, что учреждение работать будет, а в Барнауле планировалось проводить лишь сложные роты. Продолжим выпуск. В Октябрьском районе Барнаула провели совещание по возобновлению профориентационной практики у школьников. Так собираются бороться с кадровым голодом. Подробности у Полины Ждановой. Выпускники все больше не хотят работать на заводах. Как решать кадровую проблему на производствах, сегодня говорят с директорами школ города. Еще, наверное, есть, где готовят уже люди, выбрали практически себе будущее в жизни себе. Уже практически избрали. Наверное, к этому надо стремиться начинать всем. Одно из предложений – увеличить число профильных классов, а еще возобновить производственные практики, как в советские годы. Для практических навыков. Но есть вопросы, кто будет обучать детей и как получить разрешение на такую практику. Я как могу обучать профессии? У меня лицензии нет. Как я могу в рамках своего индивидуального проекта старшей школы взять и прийти на базу завода? Нет. Сейчас этого делать, но я не знаю как. Может, и можно. Как не знаю. В итоге сошлись на том, что сначала нужно создать партнерские отношения с предприятиями города. Глава Октябрьского района пообещал педагогам курировать этот вопрос. Возможно, в некоторых школах Барнаула в ближайшие годы вернут летние практики на заводах. Полина Жданова, Николай Шилко. День с толком. В Барнауле готовятся к главному региональному событию в сфере информационных технологий. 12-й Алтайский региональный IT-форум, организованный Алтайской торгово-промышленной палатой при поддержке Краевого министерства цифрового развития связи, представит новейшие разработки в этой области. В этом году форум займет 9 площадок. Наряду с театром драмы секции пройдут на территории Алтайского завода прецизионных изделий. Гостей познакомят с новейшими разработками в области цифровой экономики, технологии «Умный город». Особое внимание уделят безопасности. Желающие смогут поучаствовать в киберучениях, где в обстановке, близкой к реальной, они будут отражать информационные атаки. Мы создаем площадку, на которой будет комфортно потребителям IT-оборудования и производителям вместе встретиться и обсудить вопросы, которые волнуют наших местных IT-пользователей, и найти решение на свои вопросы. Открытие форума пройдет 10 октября в Театре драмы. Регистрация открыта на официальном сайте мероприятия. Илья Кчетков, Алексей Фризин. День с толком. Выпускники алтайских вузов все реже идут работать по специальности. Как показало исследование компании Headhunter, чаще всего причиной является заработная плата, которую предлагают работодатели молодым специалистам. Она невысокая. Однако на одном из барнаульских предприятий считают, что молодые кадры своего рода двигатель производства, а потому регулярно проводят экскурсии для студентов, чтобы показать ребятам все перспективы финансового и карьерного роста. На предприятии Нортек производят шины для самой разнообразной техники. Индустриальной и сельскохозяйственной, легковых и внедорожных автомобилей, грузового и легкогрузового транспорта. Одной из важнейших отраслей химического комплекса не обойтись без перспективных молодых специалистов, уверенных на заводе. И чтобы показать возможности работы на предприятии, приглашают на экскурсию познакомиться с производственным процессом. Сегодня на шинном первокурснике политеха. К слову, студенты постарше здесь постоянно проходят летние практики. Студенты должны обязательно знать место своей будущей работы, знать специфику работы, знакомиться непосредственно со специалистами с предприятием. Азы, возможно, будущей профессии преподносят практикующие специалисты. Кстати, среди них достаточно тех, кто уже учился в техническом университете. Приемственность поколений на этом заводе – добрая традиция. Практика сотрудничества обучающих заведений с предприятиями города, в частности с шинным, она сложилась очень давно. Еще когда я был студентом, я приходил сюда. Точно так же для меня все было это новое и непонятно. Помимо учебной практики в компании Нартех студенты могут выбрать дипломного руководителя. А поскольку производство постоянно развивается и новые кадры требуются всегда, есть возможность вернуться на предприятие уже не на экскурсию, а на работу. Андрей Дреер, Полина Жданова, Илья Халяпин. День с толком.